Мир качественного алкоголя Очень интересный вискарь и возможно там ближе к январю мы соберем чуть более крупную сумму и тогда уже хватит на что-то вроде там лафройга, какого-нибудь артбега интересного и так далее. Также хотел сказать огромное спасибо и всем тем, кто пишет комментарии и ставит лайки под моими видео. Это абсолютно бесплатная, но тем не менее тоже очень важная помощь для канала. Что ж, японские виски. Для начала небольшая предыстория. Моя любовь и точнее мое удивление от японского виски началось еще наверное с самого момента основания этого канала. Я вот только снял вот эту заставку у себя, которая была раньше у меня в самом начале и там был Сантори Олд Виски, который я тогда еще купил в КБ за 1490 или 1400 рублей за 0,7 по-моему. Такая круглая пузатая бутылочка была, темная, непрозрачная. Тогда, конечно, у меня опыта практически не было. Я пробовал что-то около White Horse, Bells, иногда Ballantines мне там посчастливилось взять. Ну, Джеймисон пробовал, да. И вот, в общем-то, все. И вот тогда на их фоне я прям, ну, реально охренел, насколько непохожим был вот этот вот Сантори Олд Виски за, ну, в принципе, более-менее адекватную цену. Он очень выделялся мягкостью и вот какая-то прям в вишневой косточке тема во вкусе была. Прям, ну, реально необычное что-то. Тем не менее, давно уже пропал этот Сантори из КБ. И что я вижу сейчас, японские виски достаточно экзотические в нашем, у нас в России. Они достаточно редко встречаются в наших супермаркетах. И в том же Дьюти Фри это всегда самые дорогие виски. То есть там, ну, что-то более-менее вменяемое, что-то более-менее известное. То, что у тебя вроде бы на слуху, вроде Хибики, вроде того же Ника. Можно взять там, по-моему, от 50 евро. Ну, то есть вообще прям космические ценники. И мне там продавец говорит, ну, а что вы хотели, это же Япония. Многие, я там выкладывал уже фотку этого вискаря в Инстаграм. Писали, что это все окупается тем, что японцы очень супер просто щепетильно относятся к созданию виски. То есть там все строго, все тщательно, поэтому получается совершенно все другое. В общем, достаточно дорогие и достаточно редкие виски. И у нас сегодня Ника Виски From The Barrel. Ника Виски из бочки. Крепость 51,4%. Многие говорят про качество, про щепетильность. Тем не менее, вот такая вот коробочка. Я не знаю, черная. Ну, выглядит, конечно, стильно. Тем не менее, мягкий, обычный картон. Он тоненький, да? Сзади никакой контр-этикетки, что странно, кстати. Ну, перевод вот этот примерно с помощью современных технологий вы можете увидеть на экране, да? Что-то непонятное. Бутылочка тоже, ну, такая несуразная. 0,5. Какая-то пузатая квадратная пробка, как от дешевого самогона. Я буду сейчас критиковать этот вискарь, потому что вот эти 0,5 я купил за 2,800. И я считаю, что за эти деньги, учитывая то, что это по акции еще за 0,5, за эти деньги я могу придираться, потому что за эти деньги можно купить Макалон 0,7, 12-летний. За эти деньги можно купить и Талискер, и там много еще чего. Однозначно, пока что на примере знакомства с вот этим виски могу сказать, что такие высокие ценники только из-за того, что это Япония, ну, достаточно отдаленная от нас. Хотя Шотландия вроде бы тоже не близко. Итак, что это у нас такое? Это купажированный виски, не односолодовый. Но, тем не менее, здесь смешивается очень много солодовых спиртов и зерновых. И причем солодовых очень много в процентном соотношении, ну, как я нашел информацию в интернете. Плюс ко всему, это купажированный виски, ну, практически бочковой крепости, да, что прям, ну, так не совсем часто встретишь. Давайте с аромата начну. Жестковатый сразу могу сказать. Карамельный привкус, какой-то вот такой немножко жженая карамель. И такие слегка йодистые нотки всплывают. Солод чувствуется. Ну, интересный, глубокий аромат, но, тем не менее, я не скажу, что это вот прям нечто прям незаурядное такое. На вкус давайте. Виски согревающий, прям сразу чувствуется. Но, тем не менее, куча виски сорокапроцентных, которые гораздо более спиртуозные, гораздо более жесткие, чем вот это. Поэтому, ну, для меня крепость это такой абстрактный показатель. Тем не менее, ну, что я могу отметить? Чувствуется, что это интересный виски. Да. Чувствуется, что это виски за 4 тысячи, за 0,5? Вообще нифига. Максимум, что я мог откопать во вкусе, это солод. Немножко карамелизированный, немножко поджаристый солод. Вот какое-то зерно плюс карамель. Все. Ничего я больше здесь не могу почувствовать. Если можно там поковыряться, то можно найти какую-то издобу с корицей. Где-то там, знаете, буквально 2% этого вкуса здесь витает. Можно найти и какие-то фруктовые, даже больше, наверное, вишневые или сливовые ноты. Это вообще тут 1%. Не знаю, интересный аромат, но при этом вкус очень такой слабый. Опять же, за эту цену, блин, если бы это был еще 0,7, еще можно было бы о чем-то говорить. Но 0,5 за 3-4 тысячи, по скидкам 2,700, просто куча интересных напитков, которые можно купить гораздо дешевле. Как японский виски, наверное, ну, интересный напиток, но это прям вот 150% не тот виски, с которого... Не тот японский виски, с которого стоит начинать, вот чтобы понять, что же такое японские виски. Пишите, кто пробовал японские виски, пишите, какие, потому что, ну, для меня это прям реально очень интересная тема. Делитесь своим опытом, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно не забывайте. Чем больше лайков, тем больше новых видео. Опять же, спасибо большое за донаты. Скорее всего, мы где-то в январе купим на них какой-нибудь интересный вискарик. Ну и до встречи в новых обзорах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok